Девушки отдыхают Меня зовут Катя Каренина Сегодня познакомлю вас с легендарным автомобилем Chevrolet Camaro SS Первые машины этой марки увидели свет в 1966 году Причем с самого начала продаж автомобиль предлагался в двух вариантах кузова купе и кабриолет с несколькими вариантами двигателей и просто огромным количеством дополнительных опций Все это определенно способствовало росту популярности Camaro Добрый день Настолько красивая у тебя машина Мы даже когда заезжали на полигон я уже издалека поняла какой автомобиль мы сегодня снимаем Спасибо, спасибо Ну давайте Это у нас Chevrolet Camaro 68 года модификация SS Ну скажем так он далеко не стандартный поэтому наверное нам придется пройтись вокруг него и обсудить что же здесь сделали хорошие друзья вот из ZZ Garage ну и что успели сделать мои друзья Для желающих была доступна улучшенная модификация RS или Rally Sport и максимальная комплектация SS или Super Sport Если покупателю и этого было мало то он мог их совместить в версии RS-SS В варианте RS на кузове размещались различные декоративные элементы вроде молдингов и фонарей под бамперами которые были закрыты специальными сдвижными ставнями модификация SS напротив обладала открытыми фарами иной отделкой салона а также дополнительными световыми огнями в передней части машины Как давно ты ездишь на эту машину? Езжу на самом деле не очень давно буквально вот с апреля месяца потому что машина была куплена зимой все это время она вот находилась либо на покраске либо там мы что-то там меняли модифицировали но сейчас вот она полностью работоспособна А в каком состоянии была машина? То есть вот как приводит обычно скелетами? Нет, на удивление эта машина чем, собственно, она привлекла меня при покупке она была практически в идеальном состоянии за исключением краски которая требовалась обновить, скажем так плюс мне хотелось поменять цвет что-то более яркое машина изначально белой была теперь она вот такая вот, наверное, оранжевая Салон автомобиля простой без излишеств лаконичная, но информативная панель приборов спортивные кресла с великолепной боковой поддержкой необычное, но удобное рулевое колесо в общем, комфорт в Камара сопутствует спортивности Сейчас любой наш телезритель особенно мужского пола, который нас смотрит уже говорит, ну откройте капот потому что я думаю, что американские мускулкары или такие автомобили, да? Тебе хочется заглянуть в сердце этой машины Пойдемте Значит, под капотом у нас Традиционно для американских автомобилей V8 объем 6,7 литра Мотор, опять же, нестандартный Используется заводской блок 400-й и Широли Кованая поршневая полностью Кованые шатуны Кованая колена Степень сжатия 12,5 к 1 Алюминиевые головки блока Там, соответственно, расточенные Вкус, это самое, хай-райс расточенный Ну и, соответственно, классический Холли Дабл Пампер 750-й Который льет бензин Просто, наверное, ведрами Основой силовой конструкции автомобиля Стал несущий кузов К которому спереди крепился Мощный подрамник Установленный на эластичных элементах На кузове был размещен двигатель С коробкой передач А также независимая пружинная подвеска Задний мост, являющийся ведущим Держался на продольных листовых лесорах Почему ты выбрал эту машину? Вот это что? Это детская любовь к американскому автомобилю? Ну, тут именно, видимо, как раз Случай детской любви Ну, не так Значит, я свое детство провел в США Где у меня появилась вот эта вот Самая любовь к американских автомобилям Тогда, естественно, возможности У меня не было такой автомобиль приобрести Но вот в этом году я поймал себя на мысль Что я хочу купить что-то мощное Сомнительно небольшое Чтобы хорошо управляться Вот, и начал выбирать между новыми маслокарами А-ля, там, Шавле Камара, там, 11-го, 12-го года Там, или Дош Челленджер Я решил, что я все-таки выберу вот такой вот вариант Тем более, что он оказался в Москве на тот момент Всем хорош Камара Спортивный дизайн кузова Прекрасные динамические показатели И, конечно же, мощный агрессивный двигатель Популярность модели росла Пока в США не ощутили на себе действия энергетического кризиса В конечном итоге, после 35 лет Концерн General Motors прекратил производство Chevrolet Camaro Всего было выпущено более 4,5 миллионов экземпляров автомобилей Этой марки разных поколений Однако, спустя несколько лет Автоконцерн решил возобновить производство Camaro Кузов и интерьер подверглись редизайну Но при этом инженеры постарались сохранить черты Характерные для более старых выпусков В результате получился автомобиль В котором сочетаются дух прошлых поколений И современные технологии 21-го века Гриш, конечно, не могу не спросить про колеса Потому что достать колеса такого размера на американский автомобиль Наверное, довольно сложно Или нет? Ну как? Сложно, наверное, ничего нет То есть, как бы в современной экономике Можно достать все, что угодно Колеса сделаны, на самом деле, на заказ То есть, полностью все параметры Были сделаны, причем, российской фирмой Но в Америке На самом деле, американцы все дружно утверждают Что стандартно на Camaro больше, чем 275 Поставить нельзя заднюю ширину Но, как бы, мы постарались Подобрали параметры диском таким образом Что у нас вот изнутри до арки Остается примерно зазор, наверное, миллиметров 3 Вот, то есть, которого как раз хватает Чтобы вот, даже при артикуляции подвески У нас колесо не терлось Давай перейдем уже к задней части автомобиля Очень хочется узнать Вот эта вот штучка прекрасная Оф-Он, она вообще для чего? Это у нас выключатель массы Который, соответственно, может Либо вот, ну, сейчас он в исключенном положении Вот так вот Машина обесточена полностью Значит, ну, аккумулятор, соответственно, в багажнике расположен Соответственно, все вот там удобно сделано Скажи, а почему он расположен сзади? Ну, насколько я знаю, это требование многих американских Значит, как, наверное, федераций по... Драгрейсинг? Да, драгрейсинг, что если ты на трассе Где-нибудь убрался там в отбойник, в столб Или еще, не дай бог, что-то случилось Баршал тут же подбегает и обесточивает тебе машину Дабы избежать искры и возможного пожара Гриш, ну так ты все интересно рассказываешь Поэтому уже не терпится прокатиться Поэтому я думаю, что пришло время тест-драйва Обязательно Поехали? Поехали Как только садишься в этот автомобиль Первое, что отмечаешь, это, конечно, звук Потому что когда ты нажимаешь на газ Ты настоящий породистый зверь При трогании нужно побольше газ нажимать Потому что если просто отпускать, как на обычной машине, сцепление, да То она сама не поедет, ей все-таки нужно немножко газа добавить Кренами автомобиль не досаждает Охотно заходит в поворот Руль приятно тяжел и адекватен Вообще хочу заметить, что в мощных американских машинах гонять одно удовольствие Единственный минус при подобном стиле езды Покусте прямо на глазах Поэтому я не могла удержаться от вопроса о расходе топлива Я не пытался ни разу его мерить в традиционном понимании Сколько литров на 100 километров Я знаю, что, например, стандартный выезд в город покататься На несколько часов у меня обычно уходит пол бака бензина А какой здесь бак? Здесь бак 80 литров То есть, соответственно, 40-45 литров Я на протяжении поездки 5-6 часов езды В достаточно спокойном режиме То есть, мне это примерно прикидывает Что это где-то росло в порядке 50 литров на слое На этом автомобиле невозможно ездить спокойно Так и тянет нажать на педаль газа На нем катаешься, и он просто тебя подзадоривает Ты чуть-чуть газ нажимаешь, а он тебе прям из метров своих кричит Типа, ну нажми, нажми И ты понимаешь, что в какой-то момент Просто невозможно не нажать на газ Для того, чтобы в большинстве где-то автомобиль Знаете, я потрясена просто звуком этого автомобиля И радио здесь абсолютно не нужно Совершенно верно Радио здесь включать не хочется Эмоции здесь и так через край Звук, очищение, вибрации Потом окружающие реагируют, естественно При этом надо, наверное, немножко тренироваться на процессе вождения Все-таки мотор мощный, механика Управление достаточно острое Руль, как ты можешь видеть, делает от упора до упора примерно полтора оборота Но при этом руль довольно легкий Поворачивается очень легко Но мы не случайно не поехали в город Потому что автомобиль в стадии постройки Я так понимаю, четырехточечные ремни я обнаружила Но они еще лежат под сиденьем То есть ты еще не поставил? Да, это полигония Мы в том, что безопасности Никому не мешаем И, соответственно, можно, наверное, и не пристегляться Так что мы ничего эстемального на самом деле не делаем Буквально в двух шагах от нас базируются специалисты Которые существенно доработали этот автомобиль Давайте дадим им слово Перед вами собрали Камар 68-го года Под капотом Камар находится 406-й блок Изначально тут стоял мотор объемом 5,7 Мы поменяли его на 6,7 Из того же семейства То есть семейство Сноукблок-Шевроле В мировой точке зрения Сноукблок Самый, наверное, производительный Самый лучший двигатель Помимо этого была заменена вся передняя подвеска Мы ее поменяли на подвеску от компании Райтек Что позволило придать автомобилю жесткость И, соответственно, занизить серию Помимо этого были поменяны тормоза на дисковые И поставлены более производительные суппорта Вот компании Вилбут Раньше тут стоял вакуумный селитель Поставили трубогушек Но в общем-то, что было сделано для того Чтобы машина действительно оправдывала свое Название раллийное Потому что если посмотреть в салоне Вы там найдете каркас безопасности И он здесь идет за будущее У салона менялось немного В основном это панель приборов Сначала она была аналоговая Потом мы поставили шаровую от компании Докот и Диджитал Что позволяет действительно получать У автомобиля успешные показания по ценам То есть тотальный контроль На этом автомобиле нужно быть довольно аккуратным Потому что привоз задний Лошадей много И малейшее нажатие на газ И у тебя начинается занос Совершенно верно Машина требует все-таки внимания Твердой руки Холодной головы Потому что там, например, сегодня Вот на улице жарко-тепло Зацеп с асфальтом достаточно хороший Но, тем не менее, если нажать на газ чуть сильнее Она легко пойдет перед шоком И свернуться Практически мы сделали 180 Здесь буквально с газом Вы очень аккуратно Держу шоком Ну и не хочется на такой машине делать заносы Я считаю, что это извращение Потому что на таком автомобиле Нужно ездить и наслаждаться Появление этого «Шевроле Камара» на дороге Вызывает неподдельный интерес Со стороны остальных участников дорожного движения У тебя постоянно с двух или трех камер Телефонов снимает окружающие Проезжающие машины Пешеходы Люди, которые стоят на остановке То есть это вот абсолютное внимание Которое сфиксировано именно на этом автомобиле Что хочу пожелать Это еще больше хороших, позитивных В моем случае, американских автомобилей Гриш, спасибо огромное, что ты был у нас сегодня В заключении скажу одно «Шевроле Камара» – это настоящий мужской автомобиль Им приятно управлять, преодолевая барьеры скорости Слушать рев настроенного выпуска И смотреть в лобовое стекло На набегающее полотно дороги Вот и все Наше время и стекло Если у вас есть интересные автомобили Присылайте фотографии на наш электронный ящик Это была программа «Тюни за клиент» И я ее ведущая Катя Каренина Увидимся на следующей неделе Пока Редактор субтитров А.Семкин